Итак, Михаил Свинин, вы мне прислали несколько фотографий. На этой фотографии вы до конца не знаете название сорта. Ну, мы легко догадаемся. Во-первых, если это груша, она должна быть культурная, но на ней, внимание, выросли вот эти вот колючки, видите? Вот, без всякого сомнения, а он потом подтвердил, что прививка была сделана. Вот смотрите, что получилось, сейчас найдем текст. Сейчас я, наверное, проскочил немножко. Я боюсь что-то наврать. Смотрите, вот он, это очень важное письмо. Почему? Мы с вами уже другой уровень. Мы уже не в яслях, мы уже не в садике. В детском, я имею в виду садовый садик. Это примерно уровень этих, темирязевских. Потому что, за что они получили дипломы, мне кажется, они сами не знают. Но с этим дипломом, если их сад не вырастет, это точно. Пошли в действующий сад уничтожат. Новый не вырастет. Подскажите, первые три фото, груша, лукашевка или сварок? Растил и семя. Первая весна была тонка для прививки. Вторая весна уже толстая. Интересно, да? Первая сильно тонкая, вторая сильно толстая. А третья весна, в общем, я понял так, прививать уже не стали. Сперва было сильно рано, потом сильно поздно. А потом появились плодовые почки. Зима была холодная до минус 43. Но весной все цвело. Был возвратный заморозок. Минус 7, минус 10. Ух ты, елки-палки. Все прихватило. Рожай был худенький. Плоды корявые. Ягодный рожай хороший. Вышли каталог с сиренков, косточек. Вот, смотрите. Итак. Или Лукашевка, или Сварог. Давайте вспоминать. И про Лукашевку пишут, что она не из роскошных. Что у нее один из родителей. Уссурийская дикая груша. Вот. Речь идет о перекрасном пылении, обращивании сеньцев от двух родителей. Ну и что удивительного может быть, если вдруг вы взяли, посадили семечку. Удивительно одно. Вы через три года получили урожай. Вот это удивительно. Я обычно говорю, не связывайтесь с семечками груш, если вы не настроены на жизнь, как я. Вот они, видите. Я вижу полукультурное дерево. Мы видим, есть и, внимание, плодушки, вот они. И острые колючки. Это говорит о том, что влияние у Свароги очень сильное. Вот. Но мы бы, вот на этот момент, мы бы сейчас с вами гадали, гадали, гадали. Вы представляете, вот плодушки, вот это самое острое, которое должно отбивать атаки этих всяких животных, как укалывая их. Это оборона. Вот это оборона вот этих вот будущих плодов. И мы бы гадали. Я бы сказал, да вы знаете, вероятность, что культурное будет очень маленькое. Я бы гадал. Что-то, скорее всего, из 10, 9 будет, или 8, или 9 будет уссурийку. Ну, покрупнее уссурийки. Но, скорее всего, вкус будет вяжущий. И вдруг он присылает еще и фотографии. Довольно приличные, да? Смотрите. Довольно приличные. Я не думаю, что они сладкие. Значит, и он спросил, это Лукашевка или Сварог? Значит, по форме плодов, это, скорее, Лукашевка. Но самое интересное, это так же, как есть. Я когда разглядываю у меня на этом сам, одну из фотографий вы видели. Помните, там, где ветка свесилась с соседями, на ней было 10 веток. На одной из веток. И так же и на Свароге я видел. Вот висят два рядом эти души. Одна круглая, одна продолговатая. Я руками развожу, я понимаю. Да, сто лет прошло, это самое, от замечательного, может быть. Ну и так, образно, сто лет. Восемьдесят, двадцать, я в памяти нет, но цифры. Но замечательный садовод Лукашев родил целый класс. Даже не целый класс. Он туда умудрился внедрить гены французского сорта. Французский сорт не вкусным не может быть. И получился сорт достаточно терпеливый к сибирским морозам. В данном случае у меня же Сварог. Вот. А Сварог тоже приведет. Тут одного из родителей имеет усырейку. И они настолько похожи получились, что невозможно отделить, сказать, если бы портить, я бы сказал, вот это Сварог, а это Лукашев. И на Свароге тоже встречаются вот такие плоды. Правда, в основном круглые, но встречаются. Вот попробую ответить, невозможно. Вопрос теперь к вам. А что, мне бы не написали, вкусные или нет? Съедобные или нет? Вот. На четвертый год или на третий плоды, извините, это величайший случай. Вы уже можете определиться, что с ней делать. Ну, скорее всего, очень сильное влияние дикаря. Суреки, видите, скорее всего. Наверное, это будет прекрасный подвой. Давайте на нее посмотрим, полюбуемся. Прекрасный подвой. Я бы ее перепривил. Вот мой ответ примерно такой.